Добрый день, уважаемые слушатели! Тема сегодняшней нашей встречи – это результативное управление отделом продаж с помощью программы управления торговлей и взаимоотношений с клиентами в СРМ. Что нас сегодня с вами ждет? Мы сегодня с вами рассмотрим некоторую функциональность программы в части того, как она будет полезна именно руководителю. Это клиентская база, рабочее время, продажи, маркетинг, показатели и дадим ответы на вопросы, которые, возможно, возникнут у вас в конце нашего показа. Чтобы оставаться на плаву и сохранить клиентов, и, соответственно, деньги, необходимо мобилизировать все доступные ресурсы и приложить максимум усилий. Что делать, чтобы бежать быстрее? Ну, конечно же, один из самых таких ответов – это внедрить, провести и привести в порядок нашу СРМ-систему, которая позволит менеджерам эффективнее работать в клиентской базе, быстрее находить новые заказы и увеличивать продажи, несмотря на сложную ситуацию. Как же вообще в условиях кризиса хорошо провести работу по внедрению СРМ и как это сделать? Вообще, есть очень отличная статья, которая проведена на сайте 1С. В принципе, если вы скачаете данную презентацию, то именно на текущем слайде в заметках вы увидите ссылочку на статью. Посмотрите, пожалуйста, идет там, достаточно все интересно приведено. Но вернемся к нашей серии. Вообще, основные компоненты, которые у нас должны быть в СРМ-системе, вот они проведены здесь. Управлены контактами, продажами, и данные вот компоненты, они были определены еще ранее. И, соответственно, карта текущей современной СРМ, она несколько шире. Это и веб, и кипиа, и все-все-все-все. Посмотрим, как это все нам помогает непосредственно управление отделом продаж. Рассмотрим функциональность непосредственно программы управления торговлей и взаимоотношений с клиентами. Начнем непосредственно, вот наш план, с чего мы пойдем, как посмотрим и проанализируем, как это в работе нам поможет. Начнем непосредственно с клиентской базы. Любому руководителю очевидно, что в условиях нашего такого рынка, когда клиент у нас, у клиентов снижается потешеспособность, вообще недопустимо терять большое количество на сбор информации о клиенте. Например, нельзя терять данные о клиентах при увольнении менеджеров. Компания в любой момент должна знать, кто является клиентом компании. Ну, соответственно, как показывает вообще практика, что у нас информация по клиентам, она вообще разбросана по разным источникам. Бывают такие ситуации, когда даже пришел платеж, а информации по клиенту в базе нет. Выясняется через некоторое время, что данный клиент был записан в блокнотике у сотрудника и только через какое-то время, допустим, через выяснение полудня была такая ситуация на практике, выяснилось, что клиент какой-то оплатил. А вообще, как же выглядит наша клиентская база непосредственно в программе. Вот как выглядит карточка клиента. А мы перейдем непосредственно к самой программке. Видно, да, на экране. Вот так. Программа. Так. Не видать. Сейчас, секундочку. Вот так. А, вот появилась. Посмотрим, как происходит настройка клиентской базы. Во-первых, для нас, как руководителя, и вообще для руководителей, достаточно важно построить и наладить в карточке самую важную информацию. Вести первоначальную настройку. Карточка открывается через 1СРМ. Клиенты. И здесь мы видим полноценно всех наших клиентов, с которыми мы будем работать. Нам достаточно важно, чтобы эта карточка клиентов была настроена правильно. То есть нам необходимо в карточке видеть ту информацию, которая нам нужна. Не та, которая будет для нас бесполезна, а именно нужна нам. Поэтому в карточке можно произвести соответствующую настройку, которую можно в последующем использовать. Допустим, вообще вот в программе она сейчас представлена более расширенно, чем в управлении торговой. Мы можем через группу дополнительно произвести настройку полей. Добавить эти поля. Здесь вот я уже, конечно, правда создала это поле, но попробуем создать другие поля. Настроим поля. Например. Достаточно все гибко и легко настраивается. Мы можем добавить группу, чтобы у нас, вот как здесь вот дополнительно, была отдельная группа. Попробуем добавить поля. Напишем группу, добавляем группу и назовем ее, пусть будет квадрлайн. Готово. И теперь в эту группу квадрлайн я попробую разместить какое-нибудь поле, которое будет мне, например, важно. Наменование поля мы можем совершенно для себя в удобном формате представить. Давайте, например, назовем ее, пусть будет второй дубль, тип клиента или нет. Соответственно, принадлежность определяем для клиентов. Она может быть, это поле может принадлежать как и общий для всех партнеров, так и для компаний в целом. Определим, что только для партнеров. Тип поля мы можем выбрать, опять же, любой. Если это строка, то, соответственно, это позволит нам вводить значение вручную. Число – это некое число, флаг. Поставим признак флага. А список здесь – возможность выбора различных значений. Поставлю флаг. Достаточно простенький примерчик. И вижу, что мой клиент, мое поле находится несколько в другом поле, которое у меня здесь размещено. Конечно же, есть удобные кнопки для перемещения. Вип-клиент переместился. Сейчас попробую его чуть-чуть вперед подвинуть и перенести в свою группу. Все, она находится в карточке в группе CoderLine. Применить. Так, видим свою группу CoderLine и VIP-клиенты. Соответственно, мы можем установить те или иные значения. Достаточно быстро создается своя группа. И отличительные признаки нашего клиента мы можем так обозначить. Теперь, что можно еще в карточке по партнеру посмотреть. Информация важная для клиента. Если руководитель заходит непосредственно в карточку партнера, то сразу же видит, насколько заполнена карточка. 90% в данном случае. Видит, какие взаимодействия. То есть, из карточки можно полностью посмотреть всю историю общения с данным партнером, данным клиентом. Также визуально в списке клиентов есть информация о том, насколько заполнена карточка. Например, база производственные товары, она не заполнена практически. То есть, практически пустая. Нет никакой информации. Это как бы визуально мы можем это посмотреть. Но, пока я немножечко отвлеклась по заполняемости карты, есть возможность непосредственно из списка. Вот мы с вами создали поле. Мы можем, как обычно, выделить несколько. Используя клавишу shift, либо используя клавишу ktml. И поставить, изменить выделенное. Допустим, установить текущее значение по тому полю, по которому я сейчас только что, который только что создавала. Это вип-клименты, например. Мы можем поставить флажок и назначить значение. Поставлю да. Так, мы быстренько изменили и поставили значение, которое нам необходимо. Готово. И, соответственно, уже по данному полю мы можем сформировать некий отчет. Опять же, этот отчет мы можем увидеть непосредственно из раздела 1.0. Мы будем оперировать сегодня им и клиентой продажи отчета по клиентам. Посмотреть анализ клиентской базы. И вот именно текущие настройки мы можем применить в настройках самого отчета. Например, в данном случае можно попробовать добавить в колонку прочие поля. Найдем наше поле, которое мы с вами добавляли, дополнительные информации по клиенту. И выберу вип-клиента клиента. Все, добавила колонку. Нажимаю кнопочку «Сформировать». Не буду никакой градации пока делать, поскольку отчет достаточно гибкий, настраиваемый. И, соответственно, анализ клиентской базы можно провести в том формате, в котором будет удобно для руководителя и читабельно. Мы можем развернуть его, поглядеть, различные отборы здесь провести. Видите, моя дополнительная информация по клиенту. То, что вип-клиент здесь не заполнено, можно сделать отбор, по сути, по тем, какие и заполнены. То есть сделать выборку. И есть возможность отправить, если у вас настроена вип-клиентную почту, все это отправить в рассылке данный отчет. Ну и различные выборки проводить, формировать реестры по нашим полям для того, чтобы, например, мы могли сделать различные обзвоны. То есть анализ клиентской базы руководитель всегда может произвести, если у нас правильно настроены именно карты чок-клиента. Она во многом помогает. Далее, что может сделать руководитель? Непосредственно воспользовавшись нашей программой, есть различные мастера контроля. Это контроль дублирования клиентов. Здесь непосредственно уже мастер формирует задание, поручение для менеджера, чтобы по тем или иным критериям мы могли дубли устранить. Это один из мастеров. Есть еще соответствующий мастер контроля заполнения контактной информации. А здесь контактной информацией у нас является e-mail, адрес, телефон, почта и так далее. При применении данного мастера проверки контактной информации, например, давайте проверим, сделаем обязательно, чтобы у нас было заполнено по самому партнеру адрес доставки. Допустим, мы являемся, адреса доставки для нас важны, поскольку если мы не туда увезем наш товар, соответственно, клиент будет недоволен. Вот, установили адрес доставки, контроль, нажимаем кнопочку «Далее». Вот он у меня сформировал полностью весь список. Мы можем, конечно же, выбрать тех клиентов, которые нам важны, выборку сделать по некоторым клиентам. Мы сейчас не будем этого делать. Нажмем кнопочку «Еще раз далее». Так, здесь же, опять же, ответственный по менеджеру. И что здесь проходит в этом отводчике? Здесь мы с вами можем поставить дату исполнения нашей задачи. То есть, по тем клиентам, у которых отсутствует контактная информация, которую мы определили на первой странице, будут созданы задачи. Давайте поставим исполнение в текущую дату. Дату 8.07. А даты контроля, как руководителя, будет, например, 10.07. Можно связать с проектом, соответственно. Ничего пока тоже не будем связывать с проектом. Нажмем кнопочку «Далее». Все, исполнителям будут сформированы задачи. Нажимаем «Да». И вот как раз система информирует о том, что не назначен ответственным менеджером. Мы можем назначить сразу исполнителя. Возьмем нашего любимого сотрудника, который у нас сейчас открыт. Это Федоров. Поставим его как исполнителя. Формируется поручение. База большая. Запустила, конечно. Найдено, что 175 клиентов. И, соответственно, он создал задачки. Заполнил, что необходимо заполнить контактную информацию по тем или иным сотрудникам. Исполнитель поставил. Все хорошо. Задачи созданы. То есть руководитель таким образом достаточно оперативно и быстро создает задачи для своих сотрудников. Ну, задачи созданы. Надо же их проконтролировать. Есть, опять же, отчет. Открывается он через клиенты и продажи. Отчеты по клиентам. Вот он у меня открыт уже. Здесь есть анализ задач по проверке клиентской базы. И здесь мы можем с вами проанализировать, что у нас происходит с задачами по клиентской базе. Какие задачи требуют исполнения. Закрыты они, не закрыты. То есть при необходимости, по сути, можем вывести любую информацию, которая требуется по задаче. То есть срез для контроля также есть. Но, помимо данного отчета, мы можем воспользоваться и непосредственно рабочим местом. То есть у нас здесь есть, как обычно, у нас открывается рабочее место. Если же оно вдруг не открыто в программе, то рабочее место можно открыть через 1СРМ, рабочий стол. Открывается рабочий стол, в котором мы можем посмотреть текущие мои задачи, например. Если же у нас мы являемся руководителями, настройки проведены таким образом рабочего стола, что мы видим полностью. То есть руководитель, по сути, он всегда видит задачи не только свои, но и своих подчиненных. Поэтому мы можем посмотреть как в градации моей задачи, так и введенную мною. И, соответственно, контролировать выполнение данных задач непосредственно уже и с рабочего стола. То есть вариаций для контроля достаточно много выполнений. Ну, соответственно, здесь есть выборка всех. Мы можем при необходимости, если видим, что у нас сроки задачки срываются, перенаправить к какому-нибудь из сотрудников. То есть инструменты достаточно такие весомые. Мы можем посмотреть, что в задаче у нас написано, к чему привязана задача. В данном случае у нас сразу же открылся документ интерес, к которому привязана текущая задача. Поэтому мы вернемся чуть-чуть попозже. Так, то есть вот анализ задач – достаточно важный инструмент для работы с клиентами. Но есть еще другой контроль заполнения свойств клиентов. И как раз вот это свойство клиентов – это те свойства, которые мы с вами добавляем. Не буду его полностью проводить, данный анализ. Просто покажу, что вот табличка, по которой мы можем провести также контроль заполнения. И сформировать задачи, которые нам необходимо будет проконтролировать по нашим сотрудникам, по заполнению карточки. А заполнение карточки – оно достаточно важно. Чаще бывает так, что наши сотрудники, наши менеджеры забывают внести информацию. Пришло письмо, например, был звонок, а контактную информацию, с кем поговорили, чего в карточку, не занесли. Этим грешат достаточно много сотрудников, менеджеров. Как с этим бороться – это опять же проводить такой анализ. И, соответственно, чаще всего помогает практика ругать сотрудников на планерке. То есть, либо индивидуально. Конечно, состоясь от характера менеджера, от его темперамента, некоторых не поругаешь приютно, а некоторых и стоит. То есть, наш анализ, который мы проводим в программе, он помогает проводить работу с менеджерами. Работу с менеджерами в части того, чтобы они заполняли карточку. Так, хорошо. С контактной информацией мы с вами разобрались. Вернемся к нашему, к нашей демонстрации. Теперь же одним из важных факторов является эта история отношений с клиентами. Для чего вообще историю вести взаимоотношения нам нужно? Для того, чтобы выстраивать взаимоотношения долгосрочные с клиентом. Когда достаточно глупо выглядит и получается ситуация, когда мы не помним о том, о чем говорили с клиентом. Когда, допустим, сотрудник ушел в отпуск, либо что-то пообещал. Порой даже сам сотрудник не помнит, что он должен сделать, потому что поток информации достаточно большой. И важно самое правильное – закрепить информацию. Как это можно сделать в программе? Переходим обратно к нее. Возвращаемся. Самым важным в данном случае для нас является… Секундочку, я закрою окна. У вас пока окошечко появится. Я пока закрою окна. Вот у вас появилось, а я отлично закрывала. Так, когда взаимодействие. Самым важным для нас является взаимодействие, сохранение истории с клиентом. Вот находится взаимодействие. Все взаимодействия, они вот в списке взаимодействий. Но если взаимодействие привязано к нашему процессу, к нашему документу интерес, то, соответственно, оно будет участвовать там. Взаимодействие может быть та же самая встреча. И вот, опять же, обращаю внимание, что открывается та сделка, то есть интерес, по которому мы с вами проводим работу. И открывается взаимодействие. Здесь оно представлено в виде встречи с клиентом в нашем офисе. Но взаимодействие может быть не просто встреча, а может быть и просто телефонный звонок, электронная почта, либо некий диалог в Телеграме, в WhatsApp и так далее. Здесь оно открылось маленьким окошечком. Мы можем посмотреть другие параметры. И вот видим, что взаимодействие, оно представляет собой документ, в котором достаточно много важной информации нужно занести. И действительно не упустить те моменты, которые нам необходимы. По сути, данный документ является также неким чек-листом, который мы должны пройти, чтобы организовать нашу встречу. Достаточно все это важно. Здесь мы видим, например, кто с нашей стороны будет участвовать, допустим, в этой встрече. И, соответственно, мы можем провести анализ того, кто участвует, кто придет, кто не придет. И, соответственно, при необходимости произвести замену. Сторонние лица точно так же примут участие или не примут участие. Описание встречи. Можно добавить оповещение, выбрать категорию и все это здесь провести. При необходимости добавить тег. Тег достаточно удобно бывает, если у нас будет некая градация. То есть мы для себя определили, что наши взаимодействия будут подразделены на некоторые категории, по сути. И, соответственно, по этим категориям мы в последующем можем проводить некий анализ того, какие же взаимодействия у нас были. Помимо того, что это телефонный звонок, встреча, дополнительные деления. Соответственно, здесь мы можем указать, какое оно состояние. И вот этого, конечно, у нас не любят делать наши сотрудники. Эти взаимодействия они не вносят. В итоге мы можем потерять клиентов из-за этого. Соответственно, здесь приходится требовать заполнения. Взаимодействие может выглядеть таким образом. Но есть еще интересный такой механизм. Конечно, интересный и достаточно используется часто. Это когда наше управление торговлей и взаимодействиями с клиентами интегрировано с IP-телефонией. Соответственно, у нас формируется реестр в телефонных звонках. Привязываются кто или иной к тому или иному интересу. Мы можем его подвязать. Соответственно, мы видим, кто к нам звонит. Обычно софтфон интегрируется с данным продуктом достаточно хорошо. Мы видим, кто к нам звонит. Тут же подтягивается номер. Формируется документ входящий, как только мы нажали на кнопочку. И, соответственно, мы здесь просто для себя указываем комментарий. По какому интересу звонит данный клиент. Либо мы сами можем производить тоже обзвон. То есть мы фиксируем, о чем мы, наши договоренности. Они достаточно для нас важны. Соответственно, после того, как мы провели всю фиксацию данных, провели, зафиксировали звонки, также в системе, упустил немножко момент, есть возможность фиксации диалогов с различных каналов. Это может быть как ВКонтакте, так и в Инстаграм, и Телеграм, и все возможные каналы. Настройка производится достаточно просто, поскольку уже в программе данные настройки предусмотрены, поэтому интеграция не представляет особых затруднений. И, соответственно, опять же, этот диалог, который у нас настроен в программе, мы можем автоматически, принимаем обращение, при необходимости его тут же переадресовываем другому сотруднику, и, соответственно, можем связать его с интересом. Таким образом, взаимодействие через диалог также у нас фиксируется. И не нужно переходить из программы в программу, что-то делать, все в одном окне. Ну, по сути, в одной программе вы сидите и работаете. Все зафиксировали. Как же руководитель посмотрит, как у нас происходят встречи? Как же он проконтролирует? Опять же, у нас есть отчеты. Отчеты по взаимодействиям. Здесь мы можем посмотреть анализ встреч. Кто чего. Здесь идет в разрезе подразделения менеджеров, опять же. Настройки проводятся в отчетах. Ну, соответственно, мы видим, кто чего как описал, на какой стадии, что здесь, какой тип услуг оказывается, состояние какое, и что мы должны на этой встрече провести. Также мы с вами в этом же анализе встреч можем посмотреть анализ выполнения, сколько по времени оно занимает. То есть можем задать также планово для сотрудников встречи, запланировать, и при этом потом проанализировать факт, то есть, допустим, назначили ему как KPI встреч 10 в месяц, соответственно, потом анализируем факт, насколько он его получается совместить план с фактом. Это как некий анализ. Либо просто хотя бы даже здесь мы проводим просмотр, контроль, описание мероприятий. Как описывает сотрудник. Ну, например, исходя из практики, у меня была такая ситуация, когда на линии консультаций обратился клиент, а мой сотрудник занес информацию о том, что проконсультировал по вопросам. Хорошо, записано, проконсультировал по вопросам. На вопрос встречный о том, что проконсультировал по каким вопросам, он уже не смог через неделю дать никакого ответа. Соответственно, никакой аналитики, с чем обратился клиент, я сделать не смогла. Да, запись вебинара ведется. Вот, соответственно, нам поэтому важно именно еще и содержание наших взаимодействий. Так, отчеты по взаимодействиям, например, анализ мы смотрели. Есть еще и другие отчеты. Взаимодействие и задачи по интересам. То есть отчетность достаточно, она большая. То есть мы по интересам можем посмотреть, какие взаимодействия у нас были. Сетника – это то, что у нас закрыто, а черника – это то, что еще активно. То есть для руководителя здесь достаточно большой инструмент по взаимодействиям. Возвращаюсь к нашему слайду. Бизнес-процессам. Что касается бизнес-процессов. Конечно же, мы как руководителю хотим, чтобы все менеджеры компании могли одинаково правильно завершать сделку. Не просто, чтобы каждый как хотел, так ее обрабатывал, а чтобы у нас были утвержденные правила. Почему? Потому что вот эти правила, они формируются на анализе опыта лучших, работы лучших менеджеров. И, соответственно, мы формируем практику отработки тех или иных мероприятий. Отработка жалобы, отработка цепочки продажи. Как все это последовательно и правильно выстроить в программе. Ну, соответственно, для того, чтобы эту последовательность нам выстроить, в программе есть у нас достаточно удобный инструмент. И вот выстраивание вот этих бизнес-процессов, оно позволяет эффективно управлять нашим бизнесом. Я опять же вернулась в программу, отображение появилось. Как легко можно, по сути, настроить тот или иной бизнес-процесс. Вот. Система сейчас, ранее она была не шибко такой удобной, но сейчас она стала достаточно такой интересной и лояльной в части работы именно руководителя. То, что можно настройку провести непосредственно даже с рабочего места. Можно построить различные сценарии для проработки вопросов. Давайте просто посмотрим хотя бы, что у нас в сценариях продаж. Вот сейчас стоит продажа сценарий, мы видим, что у нас бизнес-процесс настроен таким образом, что мы сначала принимаем обращение, формируем, обрабатываем запрос, уточняем детали. Конечно, некоторые Е-моменты можно пропустить. Отправляем КП, производится оплата от грузка, и сделка завершается. Ну, конечно же, сделка может быть завершена успешно или неуспешно, соответственно, это все помещается в отдельный канва. Проверим настройки. Откроем настройку. А настройка нам покажет, как организован этот бизнес-процесс, что мы можем сюда занести. То есть здесь мы настраиваем соответствующие настройки и указываем, что у нас является обязательным. То есть в каждой настройке запроса есть поля, которые мы можем оформить как обязательные к заполнению, и без заполнения которых, либо без действия некоторых, мы не можем перейти, например, к следующему шагу. Здесь все вот эти настройки можно провести. Вот, допустим, у нас завершение дел стоит, допустим, в данной задаче, что он запросен, не завершать автоматически. Мы можем завершить наше действие каким-то взаимодействием, личной задачей и так далее. То есть система построения бизнес-процессов нам помогает построить такой сценарий, чтобы нам было удобно работать. Также в этих настройках, помимо того, что мы проводим настройку и фиксируем обязательные поля, мы можем прицепить некие триггеры. Тот же самый триггер – это запланирование взаимодействия. Сейчас я на настройку нажму. Что такое триггер? Менеджер – это действия сотрудников, действия менеджеров, которые происходят многократно. И чтобы не проводить их, допустим, зайти в такой-то пункт меню, нажать на такую-то кнопку, менеджер может просто, как бы, вернее, программа сама сделает действие за менеджера. Она просто сформирует уже взаимодействие, запланирует и откроет нам его. Удобно? Достаточно удобно. Оно сэкономит время. То есть все вот эти действия, которые могли бы сэкономить время менеджера и направить их на, например, на более эффективную работу, они можно здесь настроить. Можно упростить данный сценарий. Например, у вас могут быть два направления – это продажи по полному сценарию и продажи по краткому сценарию. Когда у вас только происходит обращение, то есть наши старые клиенты обратились с запросом, хотят купить, хотят приобрести что-то. Соответственно, мы же не будем через всю цепочку продаж прогонять их. Мы просто-напросто выставляем счет, отправляем и отгружаем. Вот и все. То есть эта настройка бизнес-процесса вставляет программе реализованную. Так, далее. Что еще есть? Также достаточно важно для нашей работы – это воронка продаж. Мы должны уметь прогнозировать, что у нас, например, на следующий месяц из текущих наших интересов появится, как бы мы выставим счета, и у нас будут деньги, чтобы потом не оказаться в конце месяца у разбитого корыта. Как же этот инструмент выглядит в программе? Сейчас у нас появится отображение. СРМ – воронка продаж. Вот она, наша воронка продаж. И здесь мы можем провести анализ по текущим нашим продажам, на какой стадии мы находимся, где мы с вами, можно сказать, спотыкаемся. Так, всем. То есть мы можем проанализировать, где мы чего отвалились, провести основные отборы по сотрудникам, по источникам привлечения, назначить дополнительные выборки по ответственным. То есть провести анализ, и этот анализ нужно проводить постоянно, поскольку здесь мы как раз и видим, на каком этапе мы отваливаемся. Значит, мы, допустим, у нас было уточнение деталей, выставили КП. Может быть, сейчас у нас здесь равное количество. А, нет, всего один. Вот между выставлением КП и оплатой у нас находится брешь. Значит, надо проработать либо дожатие клиента, либо, возможно, что-то у нас в конмерческих предложениях не то. То есть вот эти моменты, именно диаграммки нам помогают это проанализировать. Также в программе есть возможность формирования эталонной воронки продаж. То есть наши ожидания, наши планы мы можем с вами зафиксировать в программе. Фиксация проходит через CRM клиента и продажи, планирование воронки продаж. И здесь мы можем зафиксировать воронку продаж, которую засчитаем для нас эталонной. То есть мы можем ее сначала отправить на согласование, прописать здесь необходимое наше количество и сумму. И, соответственно, уже в последующем в самой воронке продаж мы можем сравнить ее с эталонной. Скажу сразу, что иногда срабатывает вот это сравнение не совсем хорошо. Надо будет посмотреть, что с плановыми показателями. Вот он у меня идет, план факта сейчас прописан так. Но здесь как-то воронка пробуксовывает у меня периодически. То она дорисовывается, то не дорисовывается. Поэтому думаю, что вот эту воронку продаж нужно будет еще доанализировать. Возможно, что ошибка в релизе. То есть есть возможность проведения таких анализов. И уже на этапе, когда мы эту воронку продаж анализируем с план фактом, мы можем заранее, не дожидаясь окончания месяца, не дожидаясь, когда придет какой-то форс-мажор, уже провести соответствующую работу. Провести работу с менеджером, провести работу с коммерческими предложениями. Возможно, как-то усилить свои действия. И, возможно, стоит подключиться непосредственно руководителю к завершению сделки. К завершению интереса. Достаточно важным для руководителя является отслеживание от того, сколько денег мы вкладываем в рекламу. То есть не сам, конечно, факт вложения в рекламу, а именно отдача от вложения. И, соответственно, после этого мы определяем, а стоит ли вкладывать средства в ту или иную рекламу. Посмотрим, как можно в программе провести работу отдела маркетинга и как ее проконтролировать. Тоже достаточно хорошие инструменты. Настройка всех маркетинговых мероприятий. Она проходит через настройку системы маркетинга. Сами маркетинговые мероприятия мы задаем через маркетинг. Маркетинговые мероприятия. Это мои задачи-напоминалки, которые мы с вами создали, ранее появились. Вот мои маркетинговые мероприятия. Здесь я заношу, вернее, отдел маркетинга заносит те маркетинговые мероприятия, которые проходит компания. Задается бюджеты, плановые суммы продаж, какое направление ставит ответственное подразделение, важность, что статус в работе. Мы можем построить план проекта, то есть прописать, кто за что отвечает, из чего состоят мероприятия и, соответственно, закрывать эти стадии проекта. То есть, и, соответственно, также проводить оценку того, сколько проект это у нас занимает в день, по сути. Вот. Задали мероприятия. В последующем уже, когда мы фиксируем, откуда пришел клиент, мы в этом мероприятии указываем, задаем это маркетинговое мероприятие. Маркетинговые мероприятия занесли. Важным инструментом работы маркетинга является телемаркетинг. Хороший очень инструмент в части проведения обзвона. Мы можем сформировать список для того, чтобы провести отбор, обзвон. Для каждого сотрудника, для каждого телемаркетолога мы можем сформировать индивидуальный список. Соответственно, здесь мы можем подобрать клиентов, либо провести заполнение. Заполнение можно производить совершенно различным образом. Либо подготовить список, либо задать какую-то сегментацию. То есть, либо загрузить файлик, который мы откуда-то с вами нарыли для того, чтобы провести обзвонку. На вкладке реквизиты мы задаем тематику. Задаем прописанный сценарий. То есть, телемаркетолог просто открывает данные документы и проводит обзвон. Задаем период, какой рекламной кампании, то есть, к какому маркетинговому мероприятию относится данный телемаркетинг. И, соответственно, прописываем также реквизиты. Кто проводит, к какому подразделению относится. И обзвонку можно... Вообще, вот результаты обзвонки можно посмотреть здесь, когда видно, что он что-то позвонил, не позвонил, сформирован ли интерес. То есть, выявлена ли какая-то потребность, что-то нам от клиента ожидать или нет. И, соответственно, есть еще закладка «Текущий абонент». Здесь достаточно очень удобная обзвонка в части того, что мы увидим, сколько он сейчас у клиента времени, какова текущая ситуация, то есть, дозвонились, не дозвонились, обработано. Опять же, у нас здесь сценарий высвечивается, и, соответственно, мы можем принять решение. Либо поставить сразу на дозвонились, поставить на какие-то комментарии, чего пообщались с ним. Соответственно, у нас автоматически сформируется взаимодействие. И, соответственно, мы можем пробежаться по нашим клиентам, видим, с кем мы будем разговаривать предварительно. То есть, вся информация здесь у нас есть. При необходимости можем настроить поля для отображения. То есть, инструмент для телемаркетолога достаточно хороший. Особенно, если еще он настроен интеграцией с IP. Так, хорошо. После того, как мы провели маркетинговые предприятия, указали клиентов, откуда они у нас пришли, мы можем посмотреть отчеты по маркетингу. У нас есть анализ источников первичного интереса, анализ маркетинговых компаний. То есть, откуда все-таки пришли наши клиенты с выставок. Либо это сеть магазинов. То есть, здесь все это видно. Есть сами маркетинговые мероприятия. Опять же, периода пока не ставлю, поскольку это демонстрационная база. Соответственно, здесь мы видим, какое из маркетинговых мероприятий принесло нам больше плановых и фактических затрат. То есть, мы все это можем здесь формулировать, при необходимости детализировать. То есть, вот эта вся информация здесь есть. Также в качестве маркетинговых мероприятий это могут быть и наши различные опросы, анкетирования. Все это тоже сюда заносится. И здесь же нами анализируется. Так, возвращаемся. А какие же показатели менеджеров и какие KPI, они могут быть нам полезны? В принципе, могла бы не возвращаться на это большее место, просто по плану проществовать здесь по презентации. Показатели вообще работы менеджеров, они отображаются непосредственно, можно сделать так, чтобы они отображались непосредственно на рабочем месте. Настройки показателей проводит непосредственно руководитель. Давайте посмотрим. Сейчас отобразится. Соответственно, настройки можно провести непосредственно через рабочий стол. И здесь, в правом верхнем углу, есть плановый и фактический показатель менеджера. Здесь есть плановые фактические показатели. Это виджеты. Мы можем показать, скрыть виджеты. То есть мы можем их скрыть, а можем, убежала немножко, можем добавить виджеты. И все зависит от того, какие показатели заданы именно нашим руководителям. Установка этих показателей, для того, чтобы мы их могли в виджеты поставить, производится непосредственно руководителем. У руководителя есть на рабочем месте управление показателями раздела. И, соответственно, здесь он может настроить свои показатели. Это кнопочка «Мои». И по моему подразделению. Мы здесь можем посмотреть, какие настройки проведены сейчас для текущих менеджеров, которые есть в подчинении у руководителя. То, что, например, телефонные входящие звонки – это 100 входящих звонков Федорову необходимо обработать. То, что фиксируется документом, когда он был зафиксирован. Мы можем установить показатель из шаблонов показателей. Вот они, наши шаблоны. И, соответственно, задать эти показатели. А затем уже вот эти показатели вывести непосредственно в виджеты. И, соответственно, уже на момент, когда у нас производится работа, в течение месяца сотрудник непосредственно уже видит, где ему надо ускориться, где ему нужно поторопиться, либо, возможно, попросить помощи самого руководителя. А руководитель, в свою очередь, на своем рабочем месте все настройки, по сути, своего, может провести отбор по своему сотруднику и увидеть, что, да, вот этому сотруднику требуется помощь. И, как бы, он проводит либо индивидуальную встречу, либо, возможно, видя, что мы можем посмотреть на, допустим, мои дела. Здесь он может отфильтровать по своим сотрудникам и увидеть, что этот сотрудник перегружен. Задач у него много. Посмотреть календарь своего же сотрудника и посмотреть, что у него там по встречам. И, соответственно, принять управленческое решение. Что же, что нужно делать для того, чтобы помочь своему сотруднику. Ну, здесь есть ресурсы, это правда, здесь у него ничего не запомнили в текущий момент, поэтому оно здесь пустое. Вот. То есть это все принимаем, все решения принимаются здесь. И все это контролируется аналитическими отчетами. Аналитическими отчетами, которые, опять же, есть в системе. Это вот отчеты по клиентам, отчеты по взаимодействиям и другие масса отчетов, которые мы можем посмотреть. Проекты сегодня мы не рассматривали, а отчеты по проектам тоже, как бы, не смотрим. Так, вернусь к своей презентации. Вот. Что мы можем с помощью этих отчетов получить? Мы можем оперативно принять решение по конкретной ситуации. Это вот я уже вам уговорила, потому что, например, увидели, что сотрудник достаточно неполно обрабатывает информацию. И, значит, подсказать ему, в чем у него там засада. Чем еще хорошо и отчеты? Тем, что эти аналитические отчеты помогают нам. Мы можем сформировать, например, отчет по взаимодействиям и увидеть, что мы должны, допустим, вот завтра, вернее, завтра, например, через два дня предоставить коммерческое предложение нашему самому крупному клиенту. Однако, судя по ситуации, которая происходит у нас, мы видим, что мы отстаем. Что, допустим, у нас коммерческое, как бы, задаем вопрос менеджеру, а что там у нас происходит, а он говорит, что я не успеваю. И чтобы в таких ситуациях, когда мы уже по факту получили, вот сегодня пришел день, когда нам надо уже сдать, отправить коммерческое предложение, а оно у нас не готово, не происходило, нам и нужны вот эти аналитические отчеты. Нам проще будет позвонить клиенту и сказать там, Иван Иванович, мы, да, вот просим извинить, но у нас там, допустим, какое-то техническое задание не согласовано еще у специалистов. Мы, как бы, просим дать нам отсрочку до такого-то этого. Либо клиент нам скажет, что нет, нам срочно надо, значит, мы подключим дополнительные ресурсы и предпринимем какие-то усилия. То есть вот эти отчеты как раз и помогают нам для работы с клиентами. И, как обычно, проще ситуацию предотвратить. И клиент останется лояльным, чем нежели получить негатив уже постфактумом. Ну, соответственно, опять же, аналитические отчеты позволят сделать некую выборку по клиентам, отправить нам звон, допустим, поздравить с днем рождения, подготовить некую рассылку, ну, и так далее. То есть проводить различные срезы по продажам можно будет тоже по этим отчетам. То есть именно эти аналитические отчеты позволяют принимать управленческие решения и вовремя проектировать на работу наших сотрудников. Потому что именно наши сотрудники, наши лонжеры и помогают нам продавать. Это кратко то, чего я хотела вам сегодня показать и рассказать. Есть ли у вас вопросы? Может быть, сегодня не озвучивались некие моменты, то есть не было остановок на некоторых моментах работы в программе. Возможно, у вас есть пожелания в части проведения показов и вебинаров на основании неких кейсов. Было бы полезно от вас услышать обратную связь. Есть ли вопросы? Но пока вы думаете над вопросами, хотела бы вас пригласить на ближайшие наши онлайн-обучения, на курсы ЦСО, которые будут также полезны в части того, чтобы построить эффективный отдел продаж. Дело в том, что в программе управления торговлей, как был в прошлом вебинаре, мы тоже показывали возможность работы с блоком CRM. И, соответственно, в управленческом учете в ERP тоже такое возможно. Как задаются показатели для виду? Сейчас я вернусь к этому процессу. Так, секундочку. Значит, еще раз. Вот, отобразился рабочий стол. Значит, управление показателями. У руководителя есть пункт управления показателями. Мы задаем установку показателя. Допустим, выбираем нашего сотрудника, поставим Соколову Михаилу. Установим, поскольку у него нет никаких показателей, произведем установку показателя. Допустим, нам необходимо, чтобы у него было новых интересов целевой показатель, не менее там 25, например. И, соответственно, стремиться к максимуму. Вот это то, что стремится к максимуму, мы можем посмотреть. Сейчас я проведу, закрою документ. Вот у него максимальное значение, какое должно быть. То есть 25. И чем больше он достигнет, тем его виджет будет больше. Так, это у Соколова. А у Федорова давайте добавим какой-нибудь еще показатель и посмотрим, как виджет появится. Тоже новых интересов. Поставлю 25. Так, реквизиты, в сути, я могу... А, ну, поскольку в следующий день, пусть он будет. И перейду на закладку продажи. Поскольку Федоров ставит сам себе, то я могу добавить этот виджет новых интересов. Вот он, у меня этот доказатель. Сейчас он у меня ноль. То есть новых интересов у меня не было. Соответственно, можно посмотреть расшифровку. То есть нет у меня никаких новых интересов. Он мне показывает, что у меня критично. Сейчас мой показатель критичен. Если было бы все хорошо, то он бы был в зеленом. Вот здесь, например, есть завершено взаимодействие штука. Вот наверху. То здесь у меня показывается 6. Он серенький. Мы можем его нажать расшифровать. И вот он покажет наши все взаимодействия, какие у меня были. То есть виджет еще помогает расшифровывать. Естественно, что если экран монитора не такой достаточно широкий, то, конечно, виджеты могут немножечко как бы мешать работе. Но их всегда можно вскрыть, отобразить. То есть мы можем вскрыть и отобразить. То есть достаточно кропочки воспользуются кнопками. Есть еще вопросы? Нажатия не было видно, да, на экране. Так, попробую сейчас чуть-чуть уменьшить. Так. Скорее всего, вам можно сделать, чтобы вот мой рабочий стол отобразился более шире. Так. Сейчас тоже мне видно. Так, попробую немножечко как бы. Так. Куда-нибудь подвинуть. Так. Не винился. Так. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Надо будет вам провести, скорее всего, настройку рабочего стола. Так что... Не, еще точно позволяет. Да, к сожалению, не позволяет. Что же делать? Тоже у меня там, он показывает только самый большой, этот. Да, к сожалению, не получилось. Так, сейчас я попробую тогда немножко следующее сделать. Сценарий я уберу. Тоже не видно, да? Там есть кнопочка, просто она представляет собой серенький такая кнопочка. Скрыть, отобразить? К сожалению, не получаете у меня сделать так, чтобы вам отобразилось. Так. Так, конечно, к сожалению, не видно. В общем, он в самом правом углу. Поверьте мне на слово, в программе можно это настроить. Так, есть у вас еще вопросы? Если нет вопросов, по сути, возможно, они потом появятся, то пишите ваши пожелания нам. Мы проведем еще ряд встреч по серам. Тема достаточно интересная. А как в программе воспроизводить чего, мы тоже вам покажем. От вас только пожелания. Благодарю вас за посещение вебинара. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...